МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пыречкина. Мы уже сообщали о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в Республике Беларусь с рабочим визитом. В программе поездки – встреча с президентом Александром Лукашенко, посещение предприятий Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Вчера вечером глава Чувашии встретился с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым. Стратегические направления социально-экономического развития двух республик и государственные подходы к развитию сельского хозяйства – вот основные темы, которые успели обсудить Александр Суриков и Михаил Игнатьев. Глава Чувашии выразил особую признательность за организацию визита делегации республики в Минск и отметил, что Чувашия и Беларусь в чем-то схожи. В обоих регионах особое внимание уделяется социально-экономическому развитию села. В сельской местности Чувашской республики активно реализуется государственная программа газификации, строительства дорог и фельдшерско-акушерских пунктов. Михаил Игнатьев также отметил, что Чувашия и Беларусь уже наладили взаимовыгодное сотрудничество в сельском хозяйстве, электротехнике и химической промышленности. А в Москве состоялось заседание рабочей группы по организации в Чебоксарах шестого командного чемпионата Европы по легкой атлетике. В совещании приняли участие председатель кабинета министров Иван Моторин, министр физической культуры и спорта Чувашии Сергей Мельников, глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков. Для проведения соревнований в Старезе Чувашии ведется реконструкция стадиона Олимпийский. Полностью обновляется разминочное поле. Перестраиваются под трибуны и помещения стадиона. Проводится частичная замена покрытия беговой дорожки. Все строительные и подготовительные работы на спортсооружениях будут закончены к 7 июня 2015 года, заверил Иван Моторин. Министр спорта России Виталий Мутко подчеркнул, что Чувашия зарекомендовала себя как регион, способный организовать и провести спортивные мероприятия международного уровня. Правительство Чувашии рассмотрело сегодня ряд вопросов, связанных с реорганизацией некоторых учреждений, внесением изменений в действующее законодательство. Экономическая ситуация вынуждает корректировать некоторые направления. В частности, будет усилена государственная поддержка инвестиционной деятельности. В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского климата для организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики при реализации инвестиционных проектов в стоимости свыше 30 миллионов рублей, предлагается новая форма государственной поддержки, предоставление на конкурсной основе субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования, в целях создания или развития, модернизации производства товаров в порядке, предусмотренном, установленном кабинетом министров Чувашской Республики. Министерство транспорта и дорожного хозяйства предлагает объединить управление автомобильных дорог и дирекцию по повышению безопасности дорожного движения. Это не только придаст работе большую адресность, но и позволит сократить расходы на содержание аппаратов. Еще одно интересное объединение – Педагогического колледжа и Механико-технологического техникума. Продиктовано нехваткой квалифицированных мастеров производственного обучения. В новом учебном заведении эта проблема будет решена, к тому же появятся новые специальности. Обсудили и тарифы на пригородные перевозки с железнодорожным транспортом. Сегодня это 24 рубля за 10-километровую зону, при том, что фактическая стоимость гораздо выше. На 2015 год, например, железнодорожники называют экономически обоснованный тариф 89 рублей. Какие тарифы установить для пассажиров, каждый регион решает сам. Но разницу перевозчикам должен компенсировать местный бюджет. По расчетам Чуваше, экономически обоснованный тариф с учетом сокращения плановых цифр меньше 44 рубля. Но и в этом случае стоимость проезда в пригородном железнодорожном транспорте придется увеличить. Мы предлагаем проекту постановления в целях недопущения резкого роста тарифов для пассажиров утвердить на 2015 год тариф на перевозки пассажиров с железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в размере 27 рублей за 1,10-километровую зону, проиндексировав действующий тариф на перевозки пассажиров с железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на уровень фактической инфляции Чувашской республики за 2014 год. Но даже с учетом повышения бюджета Чуваши вынужден компенсировать компании Содружества почти половину стоимости услуг. При этом вновь возникает вопрос целесообразности сохранения пригородных железнодорожных перевозок. За исключением лета, в остальное время года этим видом транспорта пользуются единицы. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. В третьем лицее города Чебоксары презентовали новый безналичный метод оплаты питания в школьных столовых. Теперь это можно сделать всего лишь приложив ладонь к сканеру. Подобная технология пока реализована только в Чувашии и аналогов России не имеет. С новым методом оплаты ознакомилась и наша съемочная группа. IT-технологии в Чувашии не стоят на месте. Именно нашим специалистам принадлежит новая разработка в сфере оплаты питания, которая уже проходит апробацию в 28 городских и районах школах Республики и еще 8 также готовы к внедрению биометрической технологии по ладони. Я считаю, что проект в целом у нас удался. Мы создали альтернативу, которая может себя показать очень неплохо. Это удобно как для детей, которые очень быстро с помощью ладошки могут рассчитываться, так и для родителей, которым не нужно думать о выпуске пластиковых карточек для своих детей. Родители получают СМС при каждом расчете детьми. И, соответственно, в СМС-ке они видят, что ел их ребенок, когда ел их ребенок. Определенный уровень контроля с их стороны тоже будет. Для оплаты питания школьники сначала вводят необходимую сумму, а после просто подносят ладонь к сканеру, который считывает индивидуальный рисунок и получают чек. Специальная оптическая система преобразует популярный узор в индивидуальный цифровой код. Технология абсолютно безопасна и очень удобна. Ну, намного быстрее стало, во-первых. Во-вторых, как я уже сказала, не боишься забыть карточку, не боишься ее потерять. И если раньше нужно было ждать какое-то время между двумя чеками, чтобы их пробить, теперь ты можешь спокойно поесть в столовой и потом через пять минут поесть в буфете. Ладонью пользуются удобнее тем, что надо лезть в портфель, искать карточку, потом пробивать. И она не ломается, не теряется. А ладонью можно просто взять, прислонить и все. Пока проект «Школы будущего» охватил более 20 тысяч учеников республики. Но заинтересованность в аутентификации по ладонью уже проявили в Санкт-Петербурге, Казани, Мурманске. И это только начало. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика. И в продолжение темы школьных столовых. В Чувашии прошла проверка организации школьного питания в образовательных учреждениях. В ходе осмотра в ряде районов республики, например, в Алатарском, Ядроцком, Красночитайском, были выявлены нарушения действующего законодательства. Одним из самых распространенных нарушений стало уменьшение объема приготовляемых блюд в среднем на 25%. В некоторых школах республики этот показатель достиг 50%. Кроме этого, в ряде образовательных учреждений допускалась замена продуктов питания на более дешевые. В школах республики выявлены и нарушения санитарных норм. Всего по результатам проведенных органами прокуратуры республики проверок соблюдения законности при организации питания выявлено 157 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 100 представлений с постановкой вопроса о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. И 74 должностных лица привлечены к административной ответственности. Всех должностных лиц, которые отвечают за эту работу, подняли. Сейчас они все принимают меры по закупке за определенные суммы, чтобы завышения не было ни в коем случае, чтобы эти нарушения все были устранены. По указу президента Владимира Путина в этом году ветераны Великой Отечественной войны будут награждены юбилейными медалями 70-летия Победы. В Чувашии их более 24 тысяч. Своего героя нашла еще одна награда. Депутат Чебоксарского городского собрания Александр Андреев с почетной миссией прибыл в дом Галины Матвеевны Николаевой. Война застала Галину, когда девушка заканчивала 8 класс. Мужчин забрали на фронт, работать приходилось не покладая рук. Растили зерновые, серпами, убирали урожаи и сдавали в фонд помощи фронту. Лошадей в колхозе не осталось, поэтому тащили все на санях сами женщины. Для себя зерна практически не оставалось. Голодать приходилось месяцами. В ноябре месяце приехал из военкомата, офицер собрал, вот сельсовет что-то, и говорит, вот мимо деревни будет построено. Это тогда, конечно, мы не поняли, это самый Казанский оборонительный рубеж. Надо рыть окопы. И вот около нас организовывают. Теперь кто фактически может работать, выходить надо туда. Когда зима была очень морозная, строили ее примерно в декабрь, январь, феврале, вот может, кончили. Все вручную. Школу пришлось оставить, но через год удалось вернуться и продолжить образование. Галина Матвеевна вспоминает, ждали, что война может добраться до них по Волге. Но сильного страха не было, только уверенность в своих бойцах. В 44-м году Галина с подругами уехала учиться в Москву. Поступила в Институт народного хозяйства имени Плеханова. Идем на электричке утром. Вы куда? На занятия. Говорю, а занятий нет. Война окончилась. Мы скорее бросили свое шумето и поехали на Красную площадь. Красную площадь, она никто никого не звала. Это было вообще, вот люди, вот так сплошное сверху посмотреть, сплошное площадь занятой людьми. И вот когда солдат идет, там, где солдат, он говорит, как-то кто-то смело найдет, находится. Раз подняли, и вот он даже не может, не может он даже встать, потому что так перекидывали. В этом году Галина Матвеевна отпразднует 90-летие. Но, несмотря на возраст, она все еще сохраняет бодрость духа. Говорит, главное без дела не сидеть, иначе силы быстро кончатся. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. В Чувашском национальном музее открылась экспозиция Ижевского музейного выставочного комплекса стрелкового оружия «Легендарный Калашников». Передвижная выставка показывает зрителю не только технические достижения прославленного российского оружейника, но и момент его личной жизни. В военное время, получив ранение и оказавшись в госпитале, старший сержант Калашников по-настоящему загорелся идеей создания собственного, простого и надежного автоматического оружия для защиты своей Родины. Михаил Тимофеевич всегда подчеркивал, что оружие, которое он придумал, это оружие защиты. И для молодежи, мне кажется, очень важно понять, то, что оружие, какое бы оно ни было, оно должно применяться именно в целях защиты. Признание конструктору пришло не сразу. Отсутствие технического образования создавало настороженное отношение в правительственных и военных кругах, в вопросах пригодности к серийному производству автоматического оружия молодого Калашникова. Михаил Тимофеевич, он чем знаменит? Он создал не просто автомат, он создал целую систему вооружения, которая уже более 60 лет находится на вооружении нашей армии. Выставка рассказывает не только об автомате, да, то есть мы в первую очередь хотели рассказать о самом человеке, потому что легендарно не только оружие Калашникова, легендарна сама личность Михаила Тимофеевича. Многочисленные правительственные награды и благодарности нашей страны и зарубежья. Именем легенды еще при жизни были названы учебные заведения, мемориальный музей и даже колокол собора в родном Ижевске. Путь от рядового до генерала-лейтенанта. Но не только официоз можно встретить на выставке. Экспозиции интересны личными вещами, подарками Михаилу Калашникову, копиями архивных документов и фотографий, книгами и мемуарами, показывающими целую эпоху отечественного оружейного дела. Александр Гаврилов, Николай Яковлев, Республика. У православных наступил Великий Четверг. Сегодня все верующие стремятся приступить к святому причастию. По преданию в этот день Христос установил главное таинство Церкви, таинство Евхаристии. Вечером во всех православных храмах пройдет самое длинное в году богослужение, чтение 12 Евангелий, в которых описываются последние дни земной жизни Иисуса Христа, Его смерти и погребения. В эти дни верующие готовятся к встрече главного христианского праздника. Красят яйца, пекут куличи, приготовляют Пасхи и убирают свои дома. Ведь Великий Четверг народе называют еще чистым. Эти последние, самые насыщенные богослужениями дни после продолжительного сорокадневного поста, предваряющего главный христианский праздник – Светлого Христового Воскресения. В Чебоксарах идет подготовка к проведению пасхального фестиваля, центром которого станет площадь республики. В рамках фестиваля на открытых площадках пройдут концерты духовной музыки, профессиональных и детских хоров. Необычным для города станет арт-инсталляция перед храмом Рождества Христова из двухметровых пасхальных яиц, которые будут расписаны силами местных художников и студентов художественного училища. Александр Гаврилов, Республика. 10 апреля Чувашской государственной академической симфонической капелле исполняется 15 лет. О том, какой путь прошел творческий коллектив за эти годы и что еще предстоит сделать, рассказал нашему корреспонденту художественный руководитель капеллы Марис Еклашкин. Программу «По существу» смотрите сразу после нашего выпуска. С вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин